Смотри видосы и ставь лайкосы! Продолжение следует... 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 как-то заработать. То есть она молодец, в принципе. Давайте мы что-нибудь замиксуем, сделаем какую-нибудь классную мелодию. О, все, давай мы... Я думаю, что запишем этот трек, отправим его потихонечку, мы собираем денежки, потихонечку. Ни холодно, ни жарко. Отличное название, прекрасное. В общем, Мойра наша будет сейчас дальше работать. Давай... Давай вот на этой мелодии я предлагаю тебе... Электрогитара не играет, точнее, пусть она наоборот играет, ну, а Джастину нужно пойти в спортзал. То есть сегодня наши ребята, ну, не впервые, да, вот они переехали, и они впервые разделятся, потому что как бы, ну, нельзя везде ходить вместе. То есть хочется, чтобы один делал то, другой делал то, поэтому давайте-ка мы с вами будем ездить, конечно же, в большей степени вот сюда. Потому что, во-первых, мы хотим с вами новое все посмотреть, а во-вторых, ну, и ребятам хотелось бы, может быть, с кем-то познакомиться, увидеться и изучить вообще этот райончик. Ну, будем считать, что это район Сан-Мишуна. Такс. Мы с вами явились. Почему я говорю, что это район Сан-Мишуна? Чтобы не было как бы дико выглядеть, ну, чтобы не выглядело, будто мы в квартире живем и ездим в другой город на работу. То есть, мне кажется, как-то оно, наверное, странно бы выглядело. Поэтому я решила, что у нас это будут как бы просто, ну, может быть, разные наряды, господи, смотрю на наряды и говорю вам о том, что это наряды. В общем, будем считать, что, может, это какой-то вот действительно большой такой гламурный район, Сан-Мишуна, это, допустим, у нас такой центральный бизнес район, а это у нас район, где живут и селебрити, и всякие там съемочные группы находятся, ну, в общем, всего понемножку. Так, ну что, у нас там какие-то дамочки бегают, кто-то где-то бегает. Переодеваемся с вами в форму и отправляемся наверх. Мы с вами отправляемся наверх, нам нужно побегать, позаниматься, нам нужно прокачаться. То есть, конечно, когда мы получили отказ, то есть, когда Джастин получил отказ, ему стало как-то, наверное, не по себе. Ему стало не очень приятно, будем так считать, потому что, ну, блин, он все-таки как мужчина, он хотел, чтобы ну, как-то содержать их новую семью, если можно так сказать. Ну, я вам уже говорила, что на самом деле у них такие отношения пока что. Они только-только становились парой. То есть, нельзя сказать, что они там прям уже идеальная пара на века. Пока что только становились. И да, кто-то мне уже писал в комментариях, я видел, несколько комментов. Даш, давай они не будут расходиться, давайте вот, короче, они поженятся и будут у них дети и все будет окей. Ну, мне кажется, что, во-первых, из первой серии судить, как у них будет с отношениями, это вообще странно немножко. А с другой стороны, мне кажется, что какая-то интрига, какие-то там, как вы знаете, ну, особенно вот в таком вот городе, где есть знаменитость и всякие интриги, есть место и каким-то и расставанием, и схождением, и еще каким-то делам. В общем, хочется всего и сразу попробовать, поэтому, ребят, в общем, сюжет у нас есть, все там будет... Ух ты, там кого-то фоткают. Какая-то дамочка. Что у вас всех... Ребята, что тут две... Они что, все одинаково оделись? Ты кто такая вообще? Короче, какая-то бабенок нам тут пришла, ее все фоткают, но мы же с вами и сами хотим быть знаменитыми, поэтому... О, у нас второй уровень фитнеса. Тебе подходит? Ну, второй уровень подходит, но я думаю, что мы с вами должны еще пойти, давай, здесь физические упражнения на выносливость, то есть немножко позанимаемся там, немножко позанимаемся тут. Будем надеяться, что нам не откажут, потому что если нам снова откажут, то это все, это... Дам, ты что пропадаешь? Это подошла, пропала. Так, где-то... С ней все в порядке, да? Вроде бы ты у нас же не такая знаменитая знаменитость. Ой, тут у нас, я так понимаю, что мы приехали в этот спортзал, и из-за того, что, как бы, здесь куча знаменитостей занимается... Пошла, пошла, вы посмотрите, пошла себе. Из-за того, что здесь много знаменитостей, то мы толком сами не сможем позаниматься. Ребята, это нас фоткают уже? Чувак, ты вообще не ошибся? Я ж пока вообще такой нулячий товарищ. Ну ладно, считай, что... Только не надо надо мной ржать, хорошо? Я стараюсь, я стараюсь быть таким вот топовым. Как видите, у нас только ток становления звездой начинается, поэтому, блин... Поэтому как-то грустно, еще какая-то причапала. Чего вы все приходите? Вы приходите, не даете мне заниматься. Понимаете, тут количество папарацци просто зашкал... А может, реально меня уже начинают фоткать? Может, меня с кем-то перепутали? Девушка, вы меня фотографируете? Я знаю, что не меняет, а я так разыгрываюсь. Надеюсь, я с глаз Джастина, надеюсь... Ой, ты меня можешь, кстати, потренировать? Давай-ка мы... Нет, мы тебя предлагать... Приглашать не будем. Она, наверное, и так нами занималась. Я предлагаю пойти немножко еще побоксировать, то есть мы всем понемножечку займемся и пойдем домой к Мойре. Уже как бы три часа. Надеюсь, что Мойра что-нибудь может покушать, приготовить. Хотя я немножко сомневаюсь, что она вообще решит что-то нам приготовить. Давайте мы ее... Пусть она у нас... Гитару. Пусть она играет на гитаре. Потому что Мойра, конечно, очень мечтает быть певицей. Она, причем, хочет быть сольной певицей. Ей несколько раз... Вот в городке, где они жили, ей... Ну, не то, что приходили приглашения. Ну, городок маленький. Уиллоу Крик, вы сами знаете. Такой вот провинциальный городишко. И ей предлагали там в каких-то бендах играть. Типа девчачьи группы где-нибудь в каком-нибудь клубце, кафешке. Но Мэра, знаете, сразу отметала, потому что она понимала, что если она останется в этом городе и будет выступать сугубо в каком-нибудь... в какой-то забегаловке, как она считала, то никакого потенциала она развить в себе не сможет. Вот только посмотрите, сколько тут наперлось народу. Божечки-кошечки, что же вас так много-то? Вы мне не даете заняться. Мы пришли немножко побоксировать, что-то поделать, а в итоге нам ничего не дают, ничего не разрешают. Слушайте, мне кажется, или наш Джастин уже немножечко себе так в форму приводит? Ну, совсем самую малость, конечно. Но я надеюсь, что он сможет себя привести в форму, потому что, как вы понимаете, у него тоже есть небольшой такой комплекс, учитывая, что он реально был домоседом. Он старался даже последние года, когда они с родителями приезжали, он старался уже ни с кем не сходиться. Он старался уже даже толком и не знакомиться, потому что он понимал, что я сейчас познакомлюсь, раззнакомлюсь, и все. И мне опять родители скажут, все, чувак, давай, собирай вещи, собирай манатки, и нам нужно будет переезжать в очередной новый город. Неприятная ситуация, конечно, не очень это его радовало. А что ты уже без настроения? Все? Ой, ты позанимался? Слушай, какой у тебя уже уровень? А где у нас тут фитнес только второй? Ну, давай еще пробежимся немножко. Я бы хотела, чтобы у нас был «Вы посмотрите, какая у нас тут туса! Вы посмотрите, какая у нас тусовка!» Вместо того, чтобы заниматься, они пришли здесь бегать, прыгать и какую-то фигню и строить. Ладно, не будем им мешать, пусть Джастин еще немножечко побегает. Да, я вижу, что я уже без настроения. Настроение у нас уже фиговое. Я так понимаю, что наша подруга сегодня захочет пойти куда-нибудь в Клубецкий или еще куда-то. В общем, Мойра у нас любила всякие такие места, заведения. Даже когда они с Джастином жили в Виллокрике, они, конечно, большую часть времени проводили вместе, но бывало, что Мойра куда-то отправлялась со своими знакомыми, которые не особо как бы жаловали Джастина. Ну, они считали его заучкой, ботаном, скучным таким, вот знаете, даже несмотря на его желание быть популярным, там, знаменитостью, они его не особо жаловали. Ну, как-то Мойра из-за него всегда, ну, не то, что заступалась, но она за глаза его никогда не обижала, ничего не говорила, поэтому Джастин с ней всегда себя чувствовал хорошо. То есть, они были отличными друзьями, Мойра никогда его не подставляла. Но, скажем так, вот сейчас у них такой сложный период в плане того, что он ей наконец-то признался, он давно ей хотел признаться, он не признался в любви, но она вроде бы ответила да, но почему она ответила? Она, наверное, сама не знает, почему она ответила ему да, то есть, типа, ты мне там тоже нравишься. Нравились ли ей его деньги, или ей нравилось с ним проводить время, или он сам ей нравился? Мойра, наверное, до сих пор не знала. Ой, ребят, что-то мы с вами уже пропотелись так неплохо. Я думаю, что нам надо с вами идти в душ. Идем в душ, дорогой мой. Пойди, прими душ, потому что ты уже сейчас, по-моему, тут рухнешь, и все, ты устал, я понимаю. А Мойра может сегодня скорее всего пойти, захотеть пойти в клубецкий, она, да, она, я уже вам сказала, она без особых комплексов. Ей хочется с кем-то познакомиться, она пойдет знакомиться. Джастин понимал, что он не имеет права ей как бы перечить, но это с его стороны будет некрасиво. Он, наверное, боялся. Он реально боялся, что он сейчас что-то скажет Мойре, и она такая, типа, че, ты че мной командуешь? Типа, до свидос. Для него она, наверное, была идеалом. Ох, ребят, вы посмотрите, какие мы уже грязные. Фу, все, нет, пошли. Пошли с тобой в душ. Я, конечно, понимаю, что, наверное, ты общественные души не очень любишь. Ну и горячий душ с паром. То есть... Ну да, ты очень грязный. То есть он, наверное, боялся. Для него Мойра, как я уже сказала, это был просто вот идеальная девушка, когда он ее увидел. О, вот эта мадам пришла. Когда он ее увидел, это, знаете, она любовь. Это любовь, тем более с детства, и она выросла действительно очень такой миленькой, симпатичной, красивой девушкой. Ну вот он просто вот влюбился мальчик, и все. И она мне даже, даже мне она нравится. На удивление, учитывая, что я ее вообще рандомно и делала для обзора, то Мойра молодец. Вы знаете, чем меньше ты думаешь над персонажем, тем симпатичнее он выходит. Иногда сидишь по полчаса, и получается какая-то кака. А тут очень даже неплохо. Я вижу, что мы с вами устали. То есть я не знаю, как мы сейчас пойдем, конечно же, в этот самый, в какой-то клубешник или кафешку, потому что, блин, ну мы устали и идти сейчас куда-то не особо хотелось. Может быть, Мойра пойдет сама. Я не знаю. То есть как бы Джастин ее не контролировал. Джастин ее никогда не контролировал. Мойра, ну Мойра как бы она не планировала ему изменять, как вы понимаете. То есть не надо из нее делать сразу Мегеру такую. Она не планировала ему изменять, но познакомиться с кем-то, пофлиртовать, она не считала, что в этом есть что-то плохое. Да и Джастин, наверное, не думала, что в этом есть что-то плохое. Если он будет ей стоять рамки, то она действительно могла развернуться и уйти. Так, ну что, Джастин, домывай, пожалуйста, тельце и будем двигаться. Может быть, мы сходим вместе, потом Джастин уйдет. Сейчас посмотрим. Надо вообще понять, насколько он в состоянии вообще куда-то выдвигаться. Дом, милый дом. Я смотрю, что у него, ребят, показатели не айс. Кстати, нам надо бы стиралку уже загрузить. Слушай, а ты не хочешь ее, да? Давай постираем вещи, займись стиркой. Давай в стиральную машину. Я так понимаю, что по показателям... Хотя и Мойра не сам мыл. Подожди, куда ты спать ложишься? Тебе вообще желательно пойти душ принять. Но, наверное, сначала мы все-таки вещи загрузим. Ты чего стал? Ты чего стоишь втыкаешь? Дорогой мой, давай иди сюда. Давай иди сюда, и я хочу, чтобы ты сначала проверь карманы. А что тебе мешает-то? Странно. Пришлось нам корзинку немножечко переместить, потому что там он принципиально не хотел ничего делать. Сейчас мы с вами положим все в стиральную машинку и, наверное, будем спать. То есть, ребята у нас такие немножечко... Они, знаете, наверное, не подумали о том, что совместная жизнь это что-то сложное. Взрослая жизнь, она такая. Все, положил. Теперь давай запускай. Стирай одежду. Постирая одежду и, наверное, ложись спать. Мойра же пойдет сейчас помоется. Кстати, что там? Ты новые треки какие-то написала? Давай хоть создай новый трек. Ну, давай, может быть, еще один трек. Смотрите, видите, она в идеальном настроении. Весь день она работала. Весь день она работала, работала, работала. И теперь понимает, что можно себе дать возможность пойти отдохнуть. Тем более, что она хотела пойти в клуб, послушать, что же сейчас у нас такого модного. Так, ну давай еще так сделаем. Слушайте, классный трек. Я бы сама их слушала. Так, давай запишем его. Она тебе гномы? Хорошее название. Чудненькое. Все, мы с вами сделали. Мы немножко поработали. Пойдем споем в душе. Заодно послушаем, как поет наша Мойра. И пойдем в наш топовый район. То есть для них Дель Сольвелли это было какое-то, знаете, ну вот нереально классное место. Ага, мы с вами в костюме плющ ходим. Ничего страшного. Покушать, я думаю, мы там с вами постараемся. У нас, между прочим, 926 миллионов. То есть что-то мы с вами где-то зарабатываем. Мало, не густо. Я понимаю, что постиралось все. Мы можем с вами загрузить. А, не, еще стирается. Я думала, что белье уже постиралось. Надо сходить только, наверное, в туалет, потому что я так понимаю, что Мойра у нас не любитель будет общественных туалетов. Хоть она у нас, знаете, девочка, она у нас немножко с... Не то чтобы с приветом, но у нее были какие-то свои взгляды на жизнь. Ну, конечно, она хотела очень сильно выбиться в любе. В любе. В люди. Она очень хотела быть знаменитостью. Вот у нее это была идея фикс. Тем более, что когда она была маленькой, ей действительно... Ее приглашали часто там на школьные утренники или еще куда-то, чтобы она то спела, то еще что-то сделала, то есть там выступила. И голос у нее был, и слух был. Ну, вы же понимаете, иметь талант это хорошо, но надо, чтобы этот талант еще хоть кто-то заметил. То есть ей надо было где-то найти продюсера, встретить его. А чтобы его встретить, надо было бывать в подобных местах. Так, ну что, давай-ка мы с тобой сейчас протрем здесь пол, и я предлагаю переодеться. Хотя, в принципе, я сейчас посмотрю, что у нас есть из одежды. Мы можем сами вот в таком наряде пойти. На улице у нас, как видите, весна, то есть еще так вот свежо. И идти, мне кажется, в юбке сейчас как-то не очень. Тем более, что Мойра шла одна. Мойра шла одна, и опять-таки, возвращаясь к нашим баранам, она не была такой вот легкомысленной девчонкой в плане отношений. То есть как бы у нее сейчас был ее парень, и все. И с другими она не флир... Ну как, она могла пофлиртовать, но не с целью там изменить своему парню, а просто, знаете, там, вот показать, что я могу, я умею. Так, ну что, суши одежду, и будем с тобой топать. Будем топать в Дель Сольвелли. Все? Включила? Малачага, малачага. Блин, как у нас тут красиво. Красивый район, Сан-Мишуна очень классный. Но я не думаю, что мы надолго задержимся в этой квартире. Она мне не очень нравится. Ну как, сама мне квартира, конечно, нравится, но наши ребята же будут продвигаться вверх по службе, по дружбе. И хотелось бы, чтобы у них уже был какой-то домик. Так, ну что, Дель Сольвелли, мы с вами, к сожалению, пока вот в этот клуб вообще никак не можем попасть. Поэтому придется нам с вами отправляться в энергичные орхидеи. Ну, понятное дело, у нас должен идти дождь. Между прочим, ребята, у нас, кстати, с собой все наши треки, которые нам нужно будет продать. Давайте хоть кому-нибудь их отправим в копию. Давайте законодатели звука. Я предлагаю разным компаниям разослать. Давай сюда. Давай всем разошлем. Посмотрим. Отправлено. Всем поотправляем сюда, туда. Кто-то, может, нас услышит, кто-то нет. Наша девушка, кстати, с собой всегда таскала гитару. То есть, как бы, мы тут могли бы попить им, если они, конечно, захотят. Привет, девушка. Вот смотрите, видите, вот первая... Она увидела какую-то знаменитость. Все, вот у нее срывает крышу. Надо пойти познакомиться. Ой, дамочка, здрасте. Вы со мной селфи сделаете? Вы со мной можете сфотографироваться? Да, ребята, она с нами сделает селфи. Ну что? Давай посмотрим. О, селфи. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Вы какая-то немножечко маленькая, на мой взгляд, но... Ничего страшного. Нас и такое устроит. Давайте попытаемся с ней, ну, как-то... Давайте попросим какие-то фотографии. Мы хотим и фотки, мы хотим и автограф, мы все хотим. То есть, у нас такая вот была идея фикс, чтобы со всеми... Боже, да ладно. Смотрите, нам какая-то хорошая знаменитость попалась. Такс, давай мы... Так же попросим тебя... Фотографируем. О! По-моему, до этого нам всякие знаменитости, только бяки попадались. Какие-то, знаете, вредные... Обниматься с нами не хотели, ничего с нами не хотели. Попробуем ее обнять. Как думаете, согласится? Ты мне согласишься обнять или нет? Ну, я понимаю, что ты мне позируешь. Я тебя уже сфоткала. Подруга, я понимаю, что тебя хочется попозировать. О, фоткаем, фоткаем. Такс. Вы прекрасно выглядите. Они там что-то свое обсуждают. И я решила сфоткаться. То есть, все, Мойра у нас фотографирует. Вам вообще удобно в носочках и во вьетнамках? Вам ничего там не режет нигде? Не пережимает? Блин, мы стеснительные. Ты со мной... Не? Не хочешь обниматься? Вот, зараза. Кстати, это там дамочка, с которой подружился наш Жастин. Поэтому, знаете, это очень даже очень и очень. Может быть, нам попробовать с ней представиться? Ты же с нами пофоткалась. Я хочу быть знаменитостью. Я хочу быть певицей. Здорово. У тебя какая-то кислая, кислая мина, да? Не смогли мы ей представиться. Ну и фиг с тобой. Я бы хотела... Ребята, что у нас тут... О-о-о-о-о-о. Давай-ка мы селфа, селфуху сделаем с тобой. Смотрите, кто к нам явился. У нас тут есть куча всяких... Может быть, мы что-нибудь послушаем? Давайте свой... Ой, ребята, мы можем свой трек включить. Давайте гномов послушаем. Мы сможем сами ее включить? Интересно. Даже интересно, как это будет выглядеть. Ты отказался со мной фоткаться? Ну ты и вредная знаменитость. Ну сделай ты со мной этот самый селфи. Я смотрю, что Мойри уже как-то не очень весит. Она, наверное, в планах думала, что, блин, это будет так легко. Так, ну-ка. Ребята. Играет? Не? Да, играет наш трек. Обалдеть. Чувак, ну дай мне автограф. Ну пожалуйста, что ж такой вредный? Мы можем, интересно, сделать погромче или... А ну-ка. Громко. Конечно, чтобы все слышали. Можем потом пойти потанцевать. Предлагаю пойти потанцевать. Если он не хочет с нами общаться... Мойра, ты что втыкаешь? Все, выключай ты. Да ладно, а то ты сейчас будешь втыкать, и нам это с тобой не очень интересно. Я смотрю, что мы и спать хотим, и кушать хотим. Ой, смотрите, нам он не отказал. Короче, Мойра у нас просто идеальна. Я очень надеюсь, что нас не заподозрит Джастин, не будет нас ревновать. Смотрите, какие бубочки. Смотрите, какие лапочки. Нет, ну он, конечно, ничего такое, но я надеюсь, что Мойра не будет к нему что-то проявлять. Все симпатично, да? Прекрасно. Так, дорогая, пошли танцевать. С ним нам больше делать нечего. Не хочу просить автограф. Мы с вами... Хотим, конечно, со знаменитостями тут помутить, но... Что такое? Еще все стали и втыкают. Танцевать ты уже не хочешь, да? Ну хорошо, мы можем, кстати, попробовать. Давайте попробуем. А ну-ка, иди сюда. Я хочу попробовать выступить. То есть я так понимаю, что у нас тут в орхидеях, ну, как бы, не очень все агрятся. Петь Ренаду мы не будем. Музыкальную сессию. Давайте попробуем провести музыкальную сессию. Дорогая моя, может, хоть тебе немножко денежек подбросит? Нам деньги лишними не будут. Все, хватит тебе. Ой, и он еще сюда пришел. Ну, смотрите. Смотрите, сколько народу. То есть это нам знак того, что мы можем с вами попробовать все-таки пойти сыграть. А если мы с вами сможем здесь сыграть, то, может, нам дадут каких-то денежек. То есть нам сюда нужно приходить, когда здесь есть народ. Когда тут есть народ. Ну, спиной к ним, конечно, становиться не самый лучший вариант. Подойдите меня, послушайте. Ой, ребят, к нам подходят. К нам какая-то мадама подошла. Здравствуй. Ты мне денежек не дашь? Десять миллионов, ребята. Такое отлично. Ребят, а что их по двое? А что они все клонировались у нас? Что-то они все какие-то клонированные. Ты мне дашь денег? Чувак. Да ты меня... Ты мне дал. Тебе понравилось, как я... Слушай, а ты не продюсер, случайно? Чувак, а ты случайно не... Про... Про... Продюсер? Может, я тебе... Там, это самое... Там, не знаю, песенку посвящу, а ты мне продвинешь, не? Блин. Ребята, что-то он, по-моему, какой-то огрота. Либо ему что-то какую-то гадость сказали. Нас в VIP, конечно же, не пустят. Ну, конечно, могли бы попытаться дать взятку, но я боюсь, что... Подождите, а тут никого нет. Тут никого нет? Тут никого нет, видимо, вся охрана у нас тусит возле знаменитости. Блин, все его слушают, а не меня. Это нечестно. Давайте я спою. Нет, а мы не можем, да, не сиренаду спеть, спеть песню. Давай попробуем поп-музыку. Давай попробуем. Я не буду с ним разговаривать, нет. Ты умеешь точно играть? Потому что ты просто, по-моему, перебираешь, а я... А я все-таки играю. Ну, спой немножечко. Два часа ночи между... Я же вам говорила, что голос хороший. Никки Барфилд. Кто это такая? Я тебя вообще не знаю. Наверное, какие-то наши соседи. Вам не кажется, что на нас вообще внимания не обращают? То есть мы пришли спеть. Пошли перекусим. Пошли перекусим. Нам немножко денег заплатили. Я думаю, что на эту сумму мы могли бы что-то съесть. Закажи еду. Давай чипсы. Короче, ребят, мы с вами бичуганы. И будем топтать чипсы. Давай, Мойра, дорогая. Никки, не надо мне названивать. Не названивай мне, пожалуйста. Они просто в восторге от него. Блин, мне обидно. Мне обидно, что как-то на меня вообще внимания не обратили. Мы безумно хотим спать. Мы безумно хотим есть. То есть вы видите настроение. На нас просто не обратили внимания. Мы старались. Мы старались выступить. А тут этот вредное создание решило пойти и отбить мою славу. Вот зараза. Вот зараза. Да, Мойра? Да, Мойра со мной точно согласна. Я так понимаю, что люди даже не пытаются разойтись. То есть, видимо, действительно для них это какая-то топовая знаменитость. Мы с вами покушали и будем двигать. Мы должны двигать домой, потому что скоро наш Джастин, наверное, будет просыпаться. И, между прочим, ему с утра на прослушивание. Поэтому почапали, Мойра. Почапали. Джастин чуть не проспал. Я вас удивлю, сказав то, что когда мы пришли, Джастин не спал. Нам какая-то почта пришла. Давай пойдем заберем. К сожалению, сегодня мы заработали всего лишь 80 миллионов. То есть, денег нам платят за треки очень мало. Тысячи неплохо, но я бы очень хотела для Джастина купить специальный стол для записи, но нам не хватит. Ребят, нам отказали. Нам отказали. Трек кому-то не понравился. Прослушивание через час. Давайте посмотрим. Нет, давай лучше за компьютером посидим. Давай мы поиграем в игру Sims. Мы очень нервничаем. Понимаете, что у тебя крепатура, да? У-у-у, на тружность 4 часа, ребят, мы будем в плохом настроении. Маркус, флекс. На умникон я с тобой не пойду. Маркус, у меня прослушивание. Ох, как грустно. То есть, видите, у нас начинается такая пока что черная полоса. Черная полоса связанная с тем, что ну, там нам отказывают, тут нам отказывают. И как-то не совсем приятно. Не совсем-то приятно. Но ребятам, если нам сейчас опять откажут, то, конечно, надо будет пойти хоть вместе уже сегодня расслабиться, отдохнуть. Так как в противном случае мы просто тут загнемся. Мойра устала, она пришла, то есть она пришла и рухнула сразу же в постель. Сразу же. Я когда пришла, Джастин сидит тебе за компьютером. У него низкий показатель сна, и он сидит за компьютером. Молодец. Молодчага, Джастин. Ты вот себя повел, как я не знаю кто. У нас осталось 20 минут. Я предлагаю перекусить хоть что-нибудь. Быстро перекуси. Йогурт. Давай вот хотя бы йогурт перед этим самым, перед выходом съешь, потому что, блин. Блин. О, кстати, вещи постиранные. Давай. Смывай. Молодчага. Вещи у нас постиранные. Все, у нас постиралось. Джастин, 10 минут осталось. Ну, даже йогурт. Слушайте, ребят, по-моему, он похудел, нет? Да ладно, как-то он очень быстро... Нет, ну, не особо он, конечно, еще похудел, но до кубиков, ребята, мы дойдем. До кубиков мы обязательно дойдем. Возьми лучше йогурт и съешь его по пути. Давай, Джастин. Быстро, быстро, быстро. По-моему, уже никто не будет кушать, ребята, как неприятно. Блин, все. Просыпайся, Мойра. Джастин как раз ушел. Как вы думаете, что такое? Ты чего? А, ты у нас холер... Да, кстати. О, йогурт остался. Я вам сразу хочу сказать, что Мойра у нас холерик. Если Джастин у нас скорее, наверное, флегматик, скорее всего, то она у нас чисто холерик такой. Начался фестиваль умникон. Спасибо. Нам фестиваль умникон вообще не нужен. Нам нужно деньги заработать. Мне вот жалко, что с нашими треками как-то не прокатило. Грустно. Грустно и обидно. Ты чего стоит? У тебя яичница испорченная. Зачем она здесь? Тебе надо эти тарелки помыть. Мойра, возможно, она сейчас посудку помоет. Да, она это делает не особо аппетитно. Мы должны будем с вами убрать и помыть и ждать Джастина. Но ждать просто так мы его не будем. Мы постараемся с вами написать еще пару треков. Будем надеяться, что хоть что-то, хоть где-то кому-то понравится. А представляете, может, ее в рекламу бы взяли или еще куда-то. Хотелось бы, но, блин, скользкая такая у них дорожка. Очень скользкая. Я так понимаю, что Мойра, конечно, спит и видит, когда она станет певицей, такой вот знаменитой, все дела и ей будут там, не знаю, за ней бегать толпы фанатов. Наверное, она очень на это надеется. Но она понимает, что, знаете, вот у нее была такая, наверное, ох, какое-то у нас халерище. Короче, у нее, наверное, был, скажем так, выпустить трек. Давай попробуем выпустить. У нее была, наверное, такая призрачная одежда на то, что у Джастина наши родители образумятся, ну, как бы скажут, сыночек, дорогой мой, мы хотим тебе помочь, мы хотим, чтобы у тебя все было в порядке, на тебе денежек. То есть она, наверное, думала, что, может быть, с помощью Джастина она сможет как-то, ну, продвинуться, продвинуться. Но опять, я не хочу, чтобы из нее сейчас сделали какую-то последнюю стерву, потому что я знаю, там вот что-то, что-то где-то как-то. Мы с вами выпустили раз трек. Больше мы выпускать, к сожалению, не можем. Давай создадим новый. Давай вот этот возьмем и... Давай-ка мы возьмем барабашки. Ну-ка. Хоть послушаем. Слушайте, мне мелодия Майкла Джексон напоминает. Может, людям понравится? Как вы думаете? Я думаю, что должно понравиться. Давай запишем трек. А на небе гномы опять... Ну, давай, пусть будет опять на небе гномы, хотя, скорее всего, мы создали то же, что у нас и было. Давай калькулятор попробуем. Я предлагаю добавить барабаны и волшебную мелодию. А вообще неплохо. Давай запишем. Ламы вот такой ширины. Прекрасное звание. Я предлагаю тогда создать еще один. Давай ребайнс. Гитара, бас, гитара. Давай с вокалом. Интересно, кого она взяла? Может, Джастин ей немножко там подпел? Скажи мне все. Отлично. Наши новые треки, давай посмотрим. Ну, я предлагаю отправлять копии. Давай будем отправлять копии. А вот кому-то понравится. Будем также стараться их ставить в этом самом... Стараться ставить в клубах. Может быть, кому-то понравится. Предлагаю приготовить. Давай ему что-нибудь подадим обед, потому что Джастин придет голодный, скорее всего. Давай макарошки. Макарошки. Готовить мы пока что особо с вами вообще не умеем. Мы умели только коктейли переливать, да, какую-нибудь там мяська нарезать. Джастин, когда же ты придешь? Я уже нервничаю. Я уже дико нервничаю. Я очень хочу, чтобы его наконец-то взяли. Потому что, я так понимаю, что во время обзора нам чисто повезло. Нам чисто повезло, что нас сразу приняли, а так как-то, ну, совсем не. Ну? Так, подождите. Что? Что? Нет? Мы прошли прослушивание, ребят! А чё мы... Джастин, чё ты голый? Ты что, голый? Ходил на прослушивание? Подожди, подожди, ты, дорогой мой. Я понимаю, что ты решил там, наверное, всех своим торсом покорить, но Джастин... Нет, ну зачем так? Короче, ребятки, семь вечера в среду мы с вами после обеда сможем пойти и наконец-то заработать немножко денег. Я думаю, что сегодня ребята должны наши пойти в клубецкий. Короче, пойти оторваться по полной, потому что, блин, ну это ж повод отличный отпраздновать. Сейчас нам нужно с вами будет перекусить немножечко, давай, мешай, мешай, давай, всё, мешай. Должно быть очень вкусно. Пойдём с вами оторвёмся в клубце, тем более, что и Мойра будет рада, что с нами пойдёт Джастин. Пошли возьмём тарелочку. Возьми порцию. Сядем сейчас, хоть поболтаем. Блин, ну как-то неловко. Мне кажется, что ты тут в труселях своих ходишь. Как бы, ну Мойру ты, конечно, не смутишь, но всё равно. Ты нас с ребятами немножко смущаешь своими труселями. Давай, бери порцион. Бери порцион и сядем сейчас, расскажем новости, что нас взяли. Мойра, радуйся, будут хоть какие-то копейки. Первый поцелуй, да, ребят, ну у нас как бы, ну вы видели, там был такой поцелуй, но он был такой общий поцелуй. То есть, чего-то такого. Чё вы встали? Чё вы встали, ребята? Ну не, можно же было поговорить сидя. Ну что ж такое? Почему, скажите, почему они меня никогда не слушают? А-а-а. О-о-о-о-о, ребята. Это, я не планировал... Ребята, подождите, 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 подождите. Это что такое? Я понимаю, что у нас иногда позы глючат, и они в действие добавляются. Но вам не кажется, что как-то оно всё странно немножко выглядит? Нет, ну вообще, по сюжету, оно выглядит... По сюжету оно практически... Смотрите, он такой к ней подошел, такой, типа, родная, дорогая, меня взяли, меня взяли, мне дали роль. Я так понимаю, что Мойра настолько обрадовалась, что она даже забыла, что нужно покушать. Мойра, давай доедай. Мойра, кушай. Где твои... Ты что, издеваешься? Ты можешь сесть нормально поесть? Так, турнир заканчивается. Но мы не пошли сегодня на умникон. Нам на умникон делать нечего. Посмотрите. Она, наверное, безумно рада, что Джастина взяли. Она, наверное, тоже думает, знаете, у нее такие пока что розовые очки. Она думает, что все, раз его взяли, будет большая роль, вторая, одна, третья, четвертая, пятая, десятая. Ну, то есть, что все будет в порядке. Вот мне, честно вам сказать, интересно, я как этот... Хоть я и автор этого проекта, но я смотрю на наших персонажей, то есть... Я понимаю, что это игровые персонажи, это игра, но в любом случае какой-то характер у них начинает проявляться, и мне реально интересно. Вот Море, как Джастин. Ну, мне кажется, он симпатичный парень. Он действительно миловидный, такой вот мимимишный. А вот насчет Мойры я пока не уверена. Что такое? Вы что, обсуждаете, да, что-то? Насчет Мойры я пока не уверена. Она еще нерешительная, между прочим. Она, кстати, и нерешительная. И холерик, то есть, ну, все вместе взято. Так, я хочу, чтобы ты у нас поставила на место. Давай, убирай. Джастин, в принципе, в порядке. Ему, наверное, только в душ пойти. Прими душ, и мы будем сами идти в клуб. Мы пойдем сейчас потанцуем, все будет окей. Ну, зачем ты взял воду? Ну, блин, ну, зачем надо было брать воду? Ты же уже покушал, попил. Мойра у нас сейчас все уберет, помоет, и мы пойдем. Мы пойдем, мы сейчас Море подберем костюмчик. Да, у нас Мойра будет стильная девчонка такая. Она у нас любительница, знаете, такого вот сказать, чтобы был какой-то определенный стиль. Ну, она, наверное, хотела выглядеть... Ведь Валь закончится. А мы поняли, что сейчас закончится. Она хотела... Ну, она считала, что чем короче юбка и тем, чем открыть ее футболка, тем больше она внимания привлечет. Поэтому вот так вот мы сейчас с вами будем отправляться. Кто видел заставку, тот понимает, в каком виде любила Мойра ходить. Ну, и Джастин. Джастин у нас пойдет, наверное, вот в такой вот курточке. У него единственное, что с собой было дорогое из дома, это кроссовки. Это были реально классные, крутые, дорогие кроссовки, которым родители подарили. Наверное, что-то еще... А, все, переоделся. А то я смотрю, он такой же. Ну что, я думаю, что наши ребята здесь посидели, поторчали, и пора отмечать, отправляться отмечать победу, скажем так, Джастина. Джастин молодец, он получил свою первую роль. Это же здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА